здравствуйте продолжаем практику и предлагаю нам вернуться к основе к практике шикантаза но если вы делаете что-то свое например продолжаете зеркалом там еще что-то делать стоп конечно продолжайте но я буду настройку делать для практики шикантаза просто сидеть и также продолжим естественно с нашими предписаниями я опять их прочитаю вначале когда мы настраиваемся и в завершении первые четыре предписания уже прочитаю вместе хорошо знаете как обычно начнем просто с обнаружения себя как мы сейчас есть вот в том виде как мы есть том переживаемом опыте как мы есть какой телесно себя чувствуете переживаете как дышится сейчас кого какое настроение у вас общее состояние как вы сейчас по звуку гонга мы пересечем границу нашей практики пойдем дальше на стройке мы можем начать с позы если нужно еще как-то я чуть-чуть подрегулировать все суду мне на следующем этапе давайте делим внимание внешнем пространство просто побудем с ним своим взглядом вот так осваивая его и осваивая его напоминали себе что мы здесь конкретном месте есть вот так вот и какой-то момент можно посмотреть перед собой отпускаю взгляд позволяем его расфокусироваться замечая меняет ли это что-то когда вы так вот расслабляете зрение взгляд это можем также вспомнить что пространство есть над нами по бокам сзади со всех сторон под нами есть опоры которые можем чувствовать телом физически мы сидим здесь можем это переживать чувствовать замечать этот момент можем позволить глазам закрыться чувствую что это меняется вздыхать несколько раз поглубже пускай выдох пускай какие-то лишние напряжения на следующем этапе давайте делим внимание выстраиванию позы более тщательного как мы это обычно делаем поэтапно а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Постепенно можем все аспекты позы собрать вместе Тяжелый таз Чувствую вертикальную оси внутри Макушка подвешена, как будто подвешена Легка вытягивая нас вверх При этом все остальное тело стекает в ней Из плеча, руки, все тело, вес тела Бородок немножко утоплен, горло Живот мы отпускаем Дыхание движется свободно, как хочет само Мы можем как-то располагаться в позе тела В этой форме, позволяя ей держать нас И замечая, как она действует Как она действует на текущее состояние Как сейчас дышится На следующем этапе давайте посвятим практику Чему-то значимому, имеющему смысл У каждого это может быть что-то свое Что-то важное, что сейчас прямо придет В то же время, что имеет отношение К вашей жизни в целом Что важно для вас Если слова Будда, Дхарма и Санха Как это звучат для вас внутренне Тоже можем это произнести и здесь же Я прочитаю четыре первых предписания Можем как-то их послушать Побыть этими словами Прислушаться к внутреннему отклику на них Первое предписание единого сознания Будда, Дхарма Перерода бытия таинственно глубока Находя себя посреди бесконечной Дхармы Я не позволяю проявляться воззрению Что легко могу прекращать и уничтожать бытие Это называется заповедью Не уничтожай жизнь Второе Природа бытия таинственно глубока В Дхарме свободное отцепляние Я не позволяю возникать в сознании уцепляния Это называется заповедью Не кради Третье Природа бытия таинственно глубока В истине, в которой ничего нельзя схватить Я не позволяю рождаться привязанности к желанию Что называется заповедью, не причиняя вреда Своими желаниями Не возжелай слишком многого Четвертое Природа я таинственно глубока Дхарма невыразима Молчание зовется отсутствием обманчивых слов Можем как-то пустить эти слова внутрь И затем давайте пройдем по отдельным участкам тела Как мы это делаем Освобождая их немножко От лишних напряжений И в то же время наполняя своим присутствием вниманием От глаз до стоп Как мы это обычно делаем Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 В этом давайте добавим еще слушание Просто вспомнив о том, что оно уже тоже есть Мы слышим Звуки возникают Вот мой голос, например, один из них Какие-то моменты, может быть, пауза в звуках, тишина Есть общее пространство, где есть и звуки, и тишина вместе Есть наше слушание Можем отдаваться этому процессу Быть с ним Но замечать, что это тоже без усилий происходит Можем как будто бы расслабляться в этом слушании И зрение Если вам это удобно, можем приоткрыть глаза на удобную ширину Смотреть тоже расслабленно, отпуская взгляд Замечая, что смотрение тоже происходит, естественно, без усилий Мы можем просто сидеть, просто быть в этом процессе Отпуская себя Отпуская всякую работу Всякое делание Ну, присутствие Замечая, что происходит Ежемгновенно Само это присутствие тоже без усилий может происходить Чтобы мы не чувствовали, чтобы мы не переживали Мы просто можем быть с этим Давайте так посидим Оставшееся время Звук гонга будет время от времени звучать Чтобы нас как-то больше пробуждать Если вам вопрос, что это Тоже помогает как-то пробуждаться Открываться Тоже можем его использовать И давайте так посидим Оставшееся время Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как телесно вы себя чувствуете? Какое настроение и общее состояние сейчас? Какие в нем характеристики? Как это состояние изменилось за 35 минут нашей практики? Повлияло ли это простое сидение на вас? Что сейчас в большей степени проявляется, воплощается, чем было до? Если бы вы сейчас действовали из этого состояния, говорили бы с кем-то, делали бы какую-то работу, еще что-то делали бы, влияло ли бы состояние на ваше качество, качество действий? Если да, то как именно? Полезно ли это влияние? И собрав все это, можем подумать, если полезно, если это хорошо для нас, то как могли бы это чаще воспроизводить в повседневной жизни, просто воплощать какие-то аспекты переживаемого опыта сейчас, какие-то аспекты повседневной жизни, что может помогать к этому возвращаться, давать этому жизнь воплощение. Дальше я предлагаю нам поблагодарить друг друга, как просто какое-то достаточно естественное, может быть, действие. Внутренне сказать спасибо каждому, кто здесь сейчас, кто в записи смотрит, кто вообще соучаствует в нашей санхе, в нашем сообществе. Мы здесь друг для друга и благодаря друг другу. Спасибо каждому из вас. Спасибо всем нам. Также можем вспомнить своих близких, кто составляет нашу санху. У каждого она своя санху нашей жизни. Тоже сказать им спасибо за это разделение пространства жизни, за создание его события. С тем, кто сейчас вспомнит, может быть, мы также можем послать этим близким и друг другу нам здесь какое-то свое внутреннее пожелание добра, дружественности, чего-то хорошего. Также можем вспомнить тех, кто были с нами раньше, кого сейчас нет в нашей жизни по тем или иным причинам. Можем сказать им спасибо за это совместное пространство жизни. Жизнь длинная, большая, вместительная. И все, кто были с нами, они по-прежнему остаются с нами. Можем сказать спасибо учителям. Жизнь каждого из них, каждый как-то плетена в нашу жизнь. Можем сказать спасибо за это влияние. Если слова Будда, Дхарма и Сангха имеют значение, как ценности, как учителя, как то, что мы воплощаем собой, можем сказать спасибо этим качествам, потому что у нас есть это. Можем сказать спасибо себе, человеку, идущему по пути и проводящему через себя путь. Мои путь — это что-то одно. Давайте я сейчас прочитаю еще раз первые четыре предписания. Можем опять их послушать, побыть как-то с этими словами. Первое. «Природа бытия таинственно глубока, находя себя посреди бесконечной дармы и не позволяя проявляться во зрении, что легко могу прекращать и уничтожать бытие. Это называется заповедью «Не уничтожай жизнь». Второе. «Природа бытия таинственно глубока, карме свободное цепляние, я не позволяю возникать сознанию цепляния. Это и называется заповедью «Не кради». Третье. «Природа бытия таинственно глубока, в истине, в которой ничего нельзя схватить, я не позволяю рождаться привязанности к желанию». Это называется заповедью «Не причиняй вреда своими желаниями, не возжелай слишком многого». Четвертое. «Природа бытия таинственно глубока, арма невыразима, молчание зовется отсутствием обманчивых слов». последнее такое посвящение, пожелание. «Доосвобожусь я от горя и страдания, от алчности, ненависти, отвращения, от страха, от чувства одиночества, отдельности, отдаленности, отчужденности, от жизни, от себя, от других существ, от мира. «Доосвободятся все живые чувствующие существа от горя и страдания, от страха, жадности, алчности, ненависти, отвращения, чувства отдельности, одиночества, отчужденности от жизни, себя, других существ, мира. Да будет так. А что же мы можем еще посмотреть в сегодняшний день, так заглянуть в него в своем воображении, как хотелось бы его проживать, какой мотивации возвращаться, что воплощать, что имеет смысл. что важно. Все это можем забрать с собой, все вопросы, какие-то ответы, может быть. Все, что захотим, оставить здесь, можем оставить здесь, отпустить здесь. Давайте сейчас себя погладим по животу. Обычно мы это делаем кругу по всему телу, разглаживая. тянемся, подвигаемся, раскрывая тело, углядимся пространство, как оно сейчас видится, так же, как в начале или по-другому, есть ли разница, и как вы в целом чувствуете себя сейчас по сравнению с началом практике. По звуку гонга завершим, закроем это пространство и 10 минут посвятим творческому отклику. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Давайте продолжим разговор Продолжим наше исследование предписаний И сегодня я хочу перейти к четвертому Соответственно, я сейчас опять их прочитаю Выведу на экран Посмотрим, как разные учителя Разные дзанские центры Формулируют это Ну и опять я попрошу ваши отклики А потом как-то мы можем это резюмировать Так, давайте я выведу это на экраны Значит, тут четвертое предписание Ну, моя формулировка, как я это сформулировал Не вводи в заблуждение себя и других Опять, если мы вернемся к этой Брахмаджалы-сутре Которой я обычно начинаю То есть это одна из самых ранних суток Где вот формулируются эти предписания Ученик Будды не должен сам использовать Все лживые слова и речения Или побуждать других Лгать или обманывать Оправдываясь целесообразностью Вот это, мне кажется, важное замечание Можно там как-то потом обратить на него внимание Забрать Он не должен отвлекаться в причины, условия, методы Или карму, лжи Ну, карма здесь опять я напомню Что со мной стороны это просто действия А с другой стороны это как бы накопленные навыки Можно так это назвать Так вот, он не должен вовлекаться в причину, условия, методы Или карму, лжи Говоря, что он видел то, чего не видел Или наоборот не видел того, что на самом деле видел Он не должен так же лгать неявно Используя физические средства Или психологические уловки Опять мы здесь можем вспомнить Как сейчас у нас это в нашем информационном мире Так сказать, выражается И там в экономической сфере Ну, всякие рекламы Манипулирующие, так сказать Нашими чувствами Чтобы продать нам что-то Как мы сами это делаем Пытаясь что-то нибудь продать свое Ну и, конечно же, в политическом смысле Очень много манипуляций Особенно там сейчас, в период войны Много пропаганды И, естественно, мне кажется, чем важно здесь Внимательно к этому относиться За какие ниточки нас дергают И как мы сами кого-то терпим За какие-то ниточки Дальше Как ученик Будды Он должен всегда придерживаться Верной или лучшей речи И верных лучших воззрений Побуждать других Также придерживаться их Здесь опять я Вот это, в принципе, такой мой перевод Я опять напомню Стоянно об этом говорю Что вот это слово, которое употребляется На языке полей, на санскрите Самма Оно вот у нас есть во многих формулировках Таких формальных именно Формальные формулировки Там, например, вот верные воззрения Верный образ жизни и так далее Верные средства к существованию И вот это слово Самма Ну, мы его переводим как верное Или правильное Но также можно его переводить как лучшее И вот, мне кажется, это важно контекстуально Потому что в каждой ситуации есть Что-то лучшее или худшее Мы здесь уходим от такой, опять же Вот этой категоричности И абсолютизации чего-то Что есть правильное абсолютно И неправильное абсолютно Мы говорим, что есть спектр Этого правильного и неправильного И всегда в любой ситуации есть лучшее Что бы сейчас было лучшее Но лучшее всегда находится в контексте А, соответственно, если у нас вот есть Такой большой ценностный контекст Здесь понятно, что очень важны тогда Другие ценности и весь буддийский путь Если мы идем буддийским путем Его такое хорошее понимание внутреннее Соответственно, тогда это лучшее Оно в контексте этого пути будет Понимая, что оно не идеально Вот мне кажется, вот здесь Ну, как для меня это слово работает Лучше я Что оно никогда не может быть идеальное Оно может быть лучше, чем что-то другое Относительно этого Значит, ну Вот опять же, если мы говорим Вспоминая предыдущие наши Вот эти предписания Там не убивать И мы уже здесь много раз обсуждали Что не убивать живых существ Невозможно, будучи живым существом Оно как лучше тогда Ну, как лучше не убивать Это невозможно Окей, тогда А как лучше убить? Как будет лучше? Это всегда вопрос Когда я встречаюсь с этим Когда мне нужно, например, что-то съесть Или мне когда Ну, вот нужно защитить себя Или, например, свою страну Что? Свой дом Что мне? Как мне лучше это сделать? Это вопрос Который мы можем Сами себе задавать Итак Окей Как ученик Будды Он должен всегда придерживаться Верной, лучшей речи И верных, лучших воззрений И побуждать других Также придерживаться их Соответственно, в этом контексте Тоже вот Такие Воззрения И Речь Будет лучше Как вот Ну, например, сейчас В нашем разговоре Будем ли мы орать Друг на друга Или не будем Я считаю, что лучше не орать Так, если вместо этого Он использует неверную Плохую речь Неверные Плохие воззрения И порождает Дурную карму Опять же Карма действия У других То есть он как бы Стимулирует у других Это Он совершает Серьезное преступление Ну вот Это значит Такой вот Самый ранний текст Поминающий Эти Предписания И дальше уже Как Реализуется Это в разных Современных Центрах Учителей Значит Вот этот Great Я даю обет Не лгать Но говорить правду Дайнин Китагири Известный был Такой учитель Идущий по пути Не произносит Лжи И не вводит В заблуждение Тайон Майкл Элистон Воплощай истину Не произноси Лжи Диана Эшин Резетто Она как обычно Разворачивает это И делает Таким-то объемным Как бы Отмечая Противоречивость Опять же Как обычно Вот этих Предписаний Что они Входят В такое Указывают На некоторые Парадоксы Которые у нас есть В жизни Так Я встаю на путь Правды Я встаю на путь Честного Видения Недоверия Неуверенности И страха Которые побуждают Мой язык Скрывать Правду Текущего момента Мне вот Нравятся Ее формулировки Потому что Она действительно Как-то так Показывает А с чем Мы встречаемся Что у нас Есть направление К правде К честности Однако В нас Много Есть всего У нас есть Недоверие Есть страх Неуверенность Которые Нас Закрывают От этого Ну и вот Мне кажется Очень важно Что она здесь Указывает Опять же Правду Текущего момента Вот как я Постоянно Стараюсь Подчеркивать Что вот эта Буддийская этика Она Ситуативно Феноменологически Так сказать Феноменально Она вот Обращается К тому Что есть сейчас К данному Контексту Вот сейчас Так Мне нужно С этим Сейчас Так Встретиться И решить Что будет Здесь Лучше Потому что Иногда Нужно Собрать Бывает Такое Тогда Как Да Как мне Сказать Как мне Выразить Свою Мысль Как мне Как мне Все это Сделать Наилучшим Образом При этом Мне важно Остановиться Наверное Остановиться И Встретиться С этим Моментом Так Следующий Бан Для своей Занцента Слушай Говоря Из глубины Своего Сердца Я Клянусь Следовать Пути Отказа От лжи Мы Живем Во Вселенной Вселенная Сама По себе Истина Истина И частность Связана Воедино Если мы Хотим Найти Истину Мы Должны Быть Честными Если мы Не будем Честны Мы Никогда Не сможем Найти Наше Реальное Положение И распознать Реальную Ситуацию Во Вселенной Вот он Вводит Такой Большой Контекст Вселенский И я бы Хотел Сегодня Там Попозже На нем Остановиться Пока Это Выделю Его Высказание И Наконец Четвертое Предписание Единого Сознания Бадхидхармы Которая Вот Как-то Лично Мне Полюбилась И я Читаю В наших Медитативной Части Природа Я Таинственно Глуб Да Вот Здесь Бытия Я бы Так Переформулировал У меня Была Старая Формировка Природа Бытия Таинственно Глубока Дхарма Невыразима Молчание Зовется Отсутствием Обманчивых Слов Ну вот Здесь Слово Молчание Тоже Я считаю Важным Можем Это Потом Обсудить Почему Молчание Хорошо Что-нибудь Хочет Откликнуться Как-то На это Все Так Сегодня Я опять Оказался На Кладбище Одни Имена Фотографии Ни Одного А Вот Спасибо Настя Ната Спасибо Маша Катерина Скажите Пожалуйста Здравствуйте Так Извиня Извиняюсь Что Я не вижу Протополучение Спасибо Ну да Это Хорошо Спасибо За практику Валерий Санха Большое Спасибо За практику Я хотела Ну Всего Своих Скажем Так Скажений Профессиональных Отчасти Уже Для меня Это Очень Сильно И Писание Четвертое Связывается С языком И В том числе С философией Языка И поэтому Я на них Смотрю Немножко Наверное Под Другим Углом Но У меня Очень сильно Она отозвалась Ну прямо Вот Очень сильно Ну и еще Плюс К тому Что я уже Упоминала Как-то Философа Начала 20 века Ведминштейна И У него У него Очень известная Как бы Из его Трактата Такая фраза Ее очень часто Используют В которой он Заканчивает Свой трактат О том Что О чем можно Говорить Можно говорить О чем нельзя Говорить О том Следует Получать Вот Ну То есть Как бы Очень перекликаются Эти моменты Но я Хотела Откликнуться На Это Предписание О Молчании Скажем так В связи Со Вчерашним Отзывом Марии Я смотрела Записи И Она Сказала Такую Фразу Что Иногда Я Говорю Мемами Или Фразами Из мемов Как-то Так Она Выразилась И У меня Это Очень Сильно Откликнулось Потому Что Ну Я Понимаю Что Язык Вообще И фразы Которые Мы Используем Они На самом Деле Не Невинны И Они Очень Сильно Программируют Нас И У У меня Была Ситуация Я Это Очень Сильно Вижу Особенно Сейчас Когда Уже Второй Даже Больше Второй С половиной Наверное Год Войны Полномасштабной России В Украине И Я Это Замечаю При Общении С моими Родителями Которые Очень Сильно Подвержены Пропаганде Российской И Я Когда С мамой Общаюсь И Я С ней Общаюсь И Вроде Все Нормально Все Хорошо Обычная Мама Моя Скажем Так И Как Только Там Где-то Чуть-чуть Зайдет Речь Про Политику Про Которую Мы Уже Стараемся Говорить Вообще Я Слышу Как Она Вдруг Начинает Со мной Разговаривать Фразами С телевизора Я Пытаюсь Сказать Ну О том Что Ну Неужели Ты Сама Мама Не Видишь Что Ну И Как Не Слышишь Что Ты Говоришь Со Мно Не Ну Не Своим Языком Ты Говоришь Со мной Какими-то Штампами Которые Ты Услышала Вот И Это Так Поразительно Ну Я Об этом Читала Многие Об этом Писали Особенно Начало Вторжения Полномасштабного Что Их Родители Стали Разговаривать С ними Фразами Клифированными И До сих Пор Вот Уже Сколько Прошло Времени И До сих Пор И Сколько Я Уже Об Пропаганда Вот эти Слова Казалось бы Да Всего лишь Слова и Фразы Насколько Они Могут Быть Сильнее Чем Не знаю Чем Какое-то Осознавание Понимание Ну В общем Да Очень Такие Вещи Для меня Страшные Особенно В свете Ну Того Что сейчас Происходит В мире В принципе Вот Так что Это Предписание У меня Отвлекается Как Нельзя Больше И Лучше Спасибо Спасибо Катерина Наталья Скажите Пожалуйста Звук Звук Микрофон Включите Ага Слышно Меня Здравствуйте Да Да Доброе утро Всем Вот Именно Это Предписание Два Момента У меня Как-то Откликнулось Внутри Вот Возникло Первое То Что Лгать Можно Не только Словами Ну Как бы А всем Своим Существом Я бы Так Сказала Вот Допустим Вот Возвращаясь К третьему Предписанию Когда Что-то Хочется Ты в чем-то Заинтересован То Ты Не знаю Всем Своим Внешним Видом Ты можешь Быть Таким Милым Таким Обаятельным Прям Все Как бы Ну Преследуя Свою цель То есть Создавая О себе Ложное Впечатление Вот И допустим Вот я Когда слушала Это Предписание Четвертое Я Задала Себя Вопрос А Наташа Может быть Не всегда Стоит быть Такой Милой Как бы Сразу Показывать Людям Что ты Как бы Ну Не милашка В том смысле Что Более честно Быть В изначальном Посыле О себе Это первое Допустим А второе Уже Сейчас Когда слушала Что Ложь Она может Ну Как бы Если Есть А и Б И Сказать А Но Не Сказать Б Это Тоже Может Быть Ложью Это Зависит Очень От Контекста То есть Можно Сказать А И Сказать Ну Человек Жене Дурак Пусть Б Додумает Сам Оставить Как бы Ну Иногда Ну В зависимости От того С кем Ты Говоришь Иногда Сказать Частично Это Тоже Быть Ложью Вот Не Сказать Чего Как Самооснованно Там Говорится Какой-то Кусочек Правды Остальное Либо Не Говорится Либо Говорится По-другому Спасибо Спасибо Я могу Вас Отключить Что Еще Кто-то Хочет Откликнуться Маша Сейчас Такая Сырая Мысль Вот Только Возникла Поэтому Попытаюсь Ее Онлайн Сформулировать Ну Про то Что Вот Недавно Ты читал Чье-то Высказывание Про то Что Когда мы Говорим Мы пытаемся Сказать То Что мы Имеем Ввиду И Другой Человек В силу Его Состояние Способности Понимать Он Тебя Каким-то Образом Понимает И Как будто В этой Ситуации Уже Заведомо Заложена Возможность Какого-то Обмана В том смысле Что Ты можешь Говорить Одно Да А выглядеть Это может В результате Совершенно Какой-то Перевернутой Ложной Штукой Получится Твое Высказывание Вот И Как здесь Быть Тебе Самому Ну Сейчас Пока У меня Только Ответ Что Ну И Как будто Это Немного Есть В практике Моей Жизни Обычной Что Я все Так Стараюсь Максимально Честно Смотреть В себя Да И Конечно Шакантаза И все Это Путешествие Наш путь Он помогает Прояснять Свою Какую-то Честность По отношению Честность В восприятии Себя И тогда Уже Делать Какие-то Высказывания Особенно В сложных Ситуациях Ну В какой-то Возможно Простоте Такой Максимально Возможной В какой-то Прозрачности Такой Ясности И ощущение Что Ты Рассказываешь Какую-то Свою Правду И Оставлять Это уже Какое-то Доверие И Неизвестность Тому Как это Может быть Воспринято Другим Я Прямо Практику Прохожу Жизненную В контексте Проживания Размовки С подругой И Я Прям Вижу Когда Ты Что-то Пишешь Или Говоришь И Как Это Может Быть Перевернуто Совершенно В другую Сторон Даже В голову Не может Прийти Как Ложно Могут Быть Восприняты Твои Высказы Это Конечно Удивительная Наша Способность Человеческая Такая Спасибо Спасибо Тут Хочет Крикнуться Хорошо Пока А Ната Давай Скажи Пожалуйста Сейчас Я Тут Перемещусь В тихое Место Во-первых Я Отследила Интересную Штуку Когда Ты Начал Произносить Первую Фразу Как-то Она Звучала Там Еще Не Было Слово Ложь Там Было Не Вводить В Заблуждение И У меня Аж Я Аж Дернулась Внутри Сейчас Попробую Объяснить Как будто Есть Ложь А есть Короче Как будто У этого Есть Больший Объем Во-первых Он Зависит От того То Что Маша Говорила И То Что Ты Читал В конце Прошлой Встречи Вот 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 Вся Линия Взаимопонимания Вот Эта Вся Линия Коммуникации Которая Искажается Когда Переходит На Сторон Другого Человека И Вот Где Здесь Кончается Моя Ответственность Что Я Не Вожу Его В Заблуждение До Какой Степени Я могу Быть Уверена Что Правильно Меня Понял Ну То 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 Например Whatever Допустим Вот Там У нас Отношения И Как-то Так Случилось Что Мы Вместе Живем И Вроде Как У нас Семья И Для Одного Человека Это Будущее А Другой Человек Просто Пребывает В Моменте Да Вот Это Как бы Не Ложь Но И Как бы Даже Непонятно О какую Правду Говорить Если Мы Ну Вроде Это Не Обсуждаем В том Числе Именно Потому Что Ну Вот Ж Оно Все Происходит Да И Все Понятно Но Потом Как бы Случаются Какие-то События Из которых Становится Ясно Что Один Вводил Заблуждение Другого Ну И Где-то Здесь Есть Еще Момент Что Возможно Он и себя Вводил В заблуждение То есть Ну допустим Я буду Пусть Этот Другой Окей Ну в смысле Я буду От я Говорить Что Я же могу Себя Вводить В заблуждение То есть Я же могу Тоже Думать Что У меня У меня Такие Потребности И Такие Желания И Вот Это То Что Мне Нужно А потом Внезапно Обнаружить Что Ой Нет Или Ну Короче Есть тут Какая-то Штука Какой-то Зазор Который Я даже Не могу Сформулировать Я только На него Соматически Отреагировала Телом Вот Когда ты Сказала Вдруг Ай Типа Ну как будто бы Это ко мне Имеет прямое Сейчас отношение Как будто бы Я Могу Вводить В заблуждение Чем-то Чего я даже Не знаю Как я это делаю Вот Это как будто Одна штука А вторая штука Уже Когда мы Говорим Про ложь Какая-то Которую я Сейчас В которую Я сейчас Смотрю Это про то Что Я немножко Вчера Наверное Про это Тоже Говорила Что Ну для меня Сейчас Открытие Определённое Определённого Характера Что я В принципе Не могу Понимать Других людей На когнитивном Уровне Пока я Не задам Уточняющие Вопросы И человек Мне по каждому Пункту Не ответит И не разжуёт Что он под этим Словом подразумевает Вот под этим Какая у него Между этими словами Логика Что тут Что тут Что тут Ой Аня Привет Я Не могу Не то чтобы Я не могу Быть уверена А я Внезапно Обнаруживаю Что я Настолько Через себя И через своё Воспринимаю Мир И других людей Что Я не могу Даже потрогать Как бы Вот эту вот Ну Другую логику И вот Что касается Лжи Это какой-то Интересный Вообще Феномен Для меня Потому что У меня С этим Связана Жизнь В целом И там Сколько-то лет Назад Я Приняла Решение Что я Не буду Врать Вообще Это не было Связано С буддизмом Хотя Фиг знает Может и Связано Было Но Нет То есть Там Какая-то Комплексная Такая штука Про то Как я Себя Чувствую Чего я Хочу Как мы Говорим Что я Хочу Воплощать У меня Тогда Не было Этих Воззрений Но У меня Видимо Были Интенсивные Вот И дальше Я смотрела Как я Постепенно К этому Что Это не так Что ты Щелкнул И как бы Всё Нет Я замечаю Вот эти уровни Вранья Когда Я вру себе Да Там тоже Ну то есть Понятно Есть какое-то Прямое Когда я Типа Говорю Неправду Да Потом Есть Там Я говорю Как бы Не очень Правду Чтобы Потому что Мне Какая-то Выгода Нужна Да Или что-то Ещё Когда я Мне кажется Говорю Правду Но в этот Момент Что-то Внутри Меня Дрожит И я Понимаю Что-то Тут не Так И я Смотрю В это И понимаю Что А так Я себе Вру В этот Момент То есть Если я Буду Честной С собой То Другое Совсем Должно Бы Ну и так Далее В общем Как-то Это было Прямо Много И потом Я встретилась С важным Для меня Человеком Увидела Что человек Патологически Выбирает Врать В ситуациях Которые Вообще Непонятно Зачем Это делать Вот И в общем Вот эта штука Ну как бы Дальше пошла жизнь И она Многое поправила Но она не поправила Какую-то Сердцевину Внутри человека Для которого В целом Нормально Врать То есть вот это Сейчас я объясню Что я так долго говорю Вот эта вот вещь Когда с человеком Внутренне От его вранья Ничего Плохого Не происходит То есть он может Оценивать умом Он может говорить Да вот в этой ситуации Когда я тебе соврал Ну я как говно Себя повел Да Я ну плохо Признаю Но Это не является Тем Спусковым механизмом Который запускает Вот это намерение И это решение Не воплощать Это более И вот эта Вещь Которой я вообще Не могу Прикоснуться Я не могу Ее У меня нет Какого-то органа Которого Я могу понять Вот эту Зону В другом Человеке Вот Спасибо большое Что-то я много Говорю Давно не говорила Прорвало Спасибо Спасибо Я потом Прокомментирую У меня есть там Какие-то отклики Ань скажи пожалуйста Всем добрый день Я Тоже Я попробую Сказать быстро Но Просто Мне кажется Что есть еще одна Тема Которую я хочу Что-то Ну я знаю Тоже засветилось И прозвучало Да Потому что Про это дальше Говорить можно Очень много И готовых слов У меня нет Их надо думать Ну в общем Мне кажется Что Вот это Писание Заповедь Вот По поводу Говорить правду Не врать И так далее Вот Мне Отвлекается Там Очень по-разному И очень много Ну каких-то Моих личных Историй Тема того Как я В детстве Училась Ловко врать И потом Как я Очень сложно До сих пор Учусь Говорить правду И говорить так Чтобы было понятно И говорить так Чтобы было Там Не знаю Полно Что-то Раскрывался Или наоборот Чтобы не было Перегруза Формат Таких Для этого Надо Вот Но Я также Думаю Про Ну такой Контекст Вообще Ну там Обучение Воспитание Детей Ну и вот Что-то Как Жил В том числе Говорят С цитатами С титера И насколько У нас Людей Из педагогического Образования И тех Кто занимается Вообще Просто родители В том числе Ну Анти Сигнал Плохой Кажется Прерываешься Ты Может быть Попробуй Без Попробуй Без Сигнал Плохой Интернет Попробуй Без Видео А вот так Лучше Продолжай Говори Воспитывать Детей Предлагать Им делать Что-то Что принято Ну и там Передавать Какие-то Не знаю Культурные Штуки При том Что Ну вот У них Сейчас Тоже Совершенно Другие Контексты У них У каждого Из них И они Уже Сейчас Живут Не в том Мире В котором Росли Мы И не в Тех Мемах Да Вот если Опять Да Как-то Взять Это Слово Вот Которое Еще Мария Внесла И Продолжила Да Вот У них Сейчас Совсем Другие Мемы И Чтобы Что-то Действительно Ценное Передать Нужно Быть В контексте И В курсе Этих Новых Мем Вот Ну и Дальше То есть Я Наверное На этом Даже И остановлюсь Потому что Это Очень Большая Тема И Вот Как Как Быть Ну вот Говорить Правду Да В мире Ну вот В разных Что-ли Мирах И Контекстах Ну по сути Это И там Хорошо и полезно Учить языки Не только Там Иностранные Языки Но и Языки Разных Ну как Сообществ Да Чтобы В каждом Сообществе В котором Ну там Я оказываюсь Или в котором Я могу На что-то Слиять Да Мне Говорить Правду Которая Будет Понятно Да И И с другой Стороны Которая Не будет Манипуляции Или там Пропаганды Еще чем Ну вот Это просто Ну Вызов Что-ли Который Не вижу И пока Ну У меня нет Прям Как это Делать Вопросы Как это Делать Вот Все Спасибо Спасибо Я бы Хотел Внести Вот Такой Буддийский Опять Контекст Как Неудивительно И Начать с вопроса А зачем Вообще Вот эти Предписания Ну в смысле Даже не То чтобы Зачем А почему Они Введены Да Вот Ну если Они Введены Они Значит Как бы Из чего-то Исходят Они Исходят Из того Что Как бы Если Нам Предлагается Не убивать Значит Не Не Воровать Сексуально Не обижать И Не врать Вот Четыре Предписания Первых То Они Значит Как Значит У нас есть Тенденции Получается Ну да У нас есть Эти тенденции А что А зачем А зачем Нам убивать Врать Воровать Сексуально Причинять Вред Ну можем Сказать Я это Опять же Возвращаясь К языку Эволюционной Биологии Ну вижу Как Не знаю Сколько Вы согласитесь С этим Но я вижу Это как Стратегия Выживания Вот Сейчас Как раз Про Детское Вранье Вот Аня сказала Мы уже Научаемся Врать То есть В какой-то Момент Ребенок Там На него Такой Вот Значит Такой Монстр Такой Огромный Это ты Нельзя Соколик И тут Ребенок Он так Раз И он И ему Вдруг приходит В голову Он бы Надо бы Конечно Сказать Что да Я Ну как бы Это же Такой Монстр И он Такой Ему надо Как-то Спрятаться А спрятаться Он не может Он такой И он Прячется Говорит Нет И тут Монстр Говорит Ладно И у ребенка Подозревать И вот И вот это Вот это вот Происходит Этот самообман Здесь Ну то есть Вот Наталья Написала Самообман Вот Сырат Ну как бы Действительно Вот это Какую-то часть Закрыть Какой-то Пожилая Как у нас И люди И люди Естественно Нужно выжить Я вот Я вот Отдельно И мне Надо Выжить Вот этому Отдельному Существу Дальше Я вот Хочу Опять Пройти По этой Схеме Как это Все Ну как бы Проявляется Что Как это Эволюционирует Такое Переживание Себя Такое Понимание Себя Такое Чувствование Себя Отдельным Этим Закрытым Именно Вот Здесь Чем важно Что Отдельное Оно Ведь Может быть Отдельное Открытое Да А может Быть Отдельное Закрытое Так Это Себя Переживает Эта Собственно Первичное Разделение Я Внутри Все остальное Снаружи Я Если Появляюсь Я Значит Появляешься Ты Мы Оба Отдельные Разные И вот Тут Как раз Эти все Темы Которые Сейчас Многие Поднимали А как Мне Как бы Говорить Какую-то Правду Если Я Тоже Другой Он тоже Такой Я говорю С какой-то Своей Закрытой Истории Ис Своей Истории Именно Да Вот И вот Опять Мы постоянно Об этом К этому Возвращаемся Возвращаемся Вот эта Концептуализация И Создание Истории Она Она как бы Фиксирует Она же То есть Ее задача Зафиксировать Через Определенные Идеи Концепции Обобщение Мы Создаем Вот эту Герметичную Историю И Ну Насколько Она Герметична Это уже Конечно Зависит От нашего Нашей Интероспекции Насколько Мы Понимаем Относительность Этой Истории Или Не Понимаем И Получается Я Я Могу Могу И Другой В Такой Историей Тогда Мы Вот Вот У нас Есть Наша Внутренность Внутренней Жизни У Другого Есть Внутренней Жизни И Они Чем Мало Связаны Вот Из Такой Позиции Тут же Появляется Позиция Центра Периферии То есть Мы Все Всегда Чувствуем Себя В центре Просто Опять же Запрограммируем Нашим Восприятием Куда бы Я не Посмотрел Все Вокруг Меня Чтобы Я не Потрогал Все Вокруг Меня Чтобы Я не Услышал Это Все Приходит Откуда-то К Моему Центру Даже Если У меня В животе Бурчит В животе Бурчит И Я Это Воспринимаю Как Из Какого-то Центра Себя Переживания Центра Но Вот Когда Возникает Это Окей Я Хорошо Я Все Что в теле Я могу Как-то Переживать Считать Своим Бурчание В животе Там И все Это Все мои Там Процессы Мое 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 А вот Это Все Остальное Оно Вот Как раз Чужое Оно Другое Чужое Чуждое И Оно Вот На Периферии Я В центре И Отсюда Возникает Эгоцентризм Я Здесь В центре Все Остальное Периферии И я Тогда Отношусь К этому Как К Какой-то Периферии Тогда Вот Это Появляется Я И ты Но Как я Уже Тоже Говорил Что Хорошо Если Еще Остается Ну Как бы На равных Хорошо Хотя Если Хотя Если Я Переживаю Себя Центром Да Ну Как бы Осознавая Что Это Такая Моя Тоже Запрограммированность Я Ну Как бы Не могу Из этого Просто Взять Себя И Вынуть Из этого Поместить Себя Куда-то В другое Место Нет Я Так Себя Чувствую Но Хотя Бо Я Могу Уважать Что Ты Тоже Так Чувствуешь Окей Можем Ли Мы Тогда Тут Встретиться И Как-то Договориться Вот И Вот Например Этика Мартина Бубера Она Вот Из этого Возникает Да Что Есть Я И Ты Давай Друг Друг Уважать Попробуем Попробуем Услышать Сильно Какую-то Правду Друг Друг Но В чем Здесь Проблема Что Что Вот О чем Бубер Говорит Что Это Ты Легко Превращается В Оно Ну То есть Как бы Ты Становишься Для меня Объектом Объектом Моего Восприятия В первую Очередь Да Ну Как бы Я воспринимаю Все Как Объект Своего Восприятия Но С этим Объектом Тогда Я Начинаю Что-то Делать И Опять же Это Исходит Из моего Какого-то Уже Знания Готово А что Я могу С этим Объектом Делать Воду Могу Выпить В микрофон Могу Говорить Другой Человек И Если Другой Человек И вообще Другое Существо Оно Очень Легко Может Перейти В моем Переживании Оно Но Мы здесь Помните Говорили Когда мы Разбирали Первую Заповедь Про убийство Как у нас Саша Рассказывал Как в деревнях Убивает Животных Ну как Легко У нас Переключение Происходит Ну как Может быть Нелегко Конечно Но оно Происходит Переключение Когда Живое Существо С которым У меня Были Отношения Вот Я Ты Это было С какой-нибудь Коровой Свиньей Было Отношение Я Ты А потом Приходит Время Когда Ты Должен Сделаться Оно Мясом Которое Я съем Или Продам Вот И Это наша Жизнь Это просто Наша Жизнь Окей Если мы Там У коров Красивые Глаза Ну как А у растения Там Глаз нет Да Поэтому Мы к растению По-другому Относимся У рыбы Глаза Такие Стеклянные Рыба Молчит Рыба Значит Тоже Можно То есть Это Оно Очень быстро Может Возникнуть Но Так как Механизм Есть В нас И опять же Он выживательный Вот опять Я еще раз Скажу Что Куда Указывают Предписания Указывают На то Что Это все Режим Выживания Хочешь Выжить Сделай Из ты Оно Съешь Его Ну как Такой Такой Вот Собственно Природная Природная Заданность Получается Что мы Не только Природные Существа Вот Вот В чем Здесь Еще Наше Дополнительное Страдание Что У нас Появляется Человечность Человеческая И Нам Тогда Назад Пути Нет Назад Пути Нет Ну и Не зря Мы Вот Когда Люди Становятся Этими Извергами Рода Человеческого Мы Животные Они ведут себя Как животные Потому что Они Инстинктивно Ведут себя Но часто Они ведут себя Хуже Чем Животные Потому что У них Животные Животные Обычно Лишнего Не съест Например Не будет Мучить Просто так Ради мучения Вроде бы Мы не наблюдаем Такого А люди Это делают Потому что Это Как бы Настройка Это получается Сознание И она Очень запутанная Внутренняя Ну вот И тогда Вот это Получается Я Но Я Мое Мое Не мое Хочу Чтобы было Мое И все Вот оно Вот Вот если Я в центре И все остальное Периферия То вот Все это Оно Оно Вокруг Меня Я в центре И я буду Манипулировать Всем Мое 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 Ну вот И Да Это уже Следующая картинка То есть Это вот Одно Такое Это переживание Что это не просто Опять же Интеллектуальное Концептуальное Понимание себя Мы так чувствуем себя Вот в этом Проблема И поэтому Но это Вот то На что указывает Буддизм Это иллюзорно Но в том смысле Что такого Я не существует Потому что Вот Существует Только такое Я Но в том смысле Что Мы Как раз Проявляемся Из Взаимодействия Из отношений Всего Со всем И Ну вы знаете И мне сегодня Пришла еще одна Метафора Сейчас Да Ну вот Можно вот Условнить еще Картинку Да Вот Опять вот Я говорю Что вот Этот квадрат Он есть Да Он есть Он есть Мы его видим Но он есть Благодаря этим штучкам Вот этим Кружочки Точно так же Как они Существуют Благодаря тому Что он есть Вот Они взаимозависимы Взаимозависимость Не будет Квадрата Не будет этих Вот Форм Круг Кружочек С С треугольником Вырезанным Не будет этих Штук Не будет Квадрата Они взаимозависимы Их существование Взаимозависимо Вот здесь Как бы еще Усложняется Эта графическая Картинка Да Ну как бы Вот этот квадрат Он такой Сложный квадрат Он значит Вот Трехмерный Квадрат Вот мы себя Чувствуем Сложными Такими Объемными Многомерными Существами Но вот Как в этом Многомерность Появляется А вот За счет Взаимодействия Со многими Факторами Жизни Но мы так Себя Чаще всего Не воспринимаем Мы воспринимаем Себя Вот этими Отдельными Независимыми И зафиксированными У меня сегодня Пришла еще одна Метафора Вот такая Ну Вот Настя Я сейчас Тебя не вижу По-моему Но Надеюсь Ты здесь Я помню Несколько дней Назад Я видел Что ты Вышивал Вот это Вышивание И Качество Это Какое-то Такое Наша Человеческая Традиция Очень Древняя В разных Соответственно Там Культурах Это было Вышивание Всякие Ковры Вот эти Габелены И прочее И вот Мы можем Рассмотреть Это Как метафору Жизни То есть Если мы Как бы Ну Как сказать Возьмем Такой Микроскоп Сначала И Разделим Каждый Ну Вот Есть рисунок Вот Какое-то Тут Животное Какая-то Антилопа Или что Это Такое Ну В общем Какая-то Вот такая Парнокопытная И вот Мы начнем Ее Рассматривать Через Микроскоп Ну Мы видим Волокна Да Вот волокна Из чего Состоит Это Это Животное Из волокон Волокна Там Сотканы Сами по себе Из чего-то Волокна Плетены Они Как бы Отсюда Ну Из Вот здесь Животное Есть Но Волокна Они же Как бы Не здесь Они же Не отдельно Волокна Этого Это Антилопа От Волокон Рядышком Которые Там Да Вот черные Другие Рисунки Она как бы Одни и те же Волокна Они вот Переходят Туда Вот Соответственно Мы можем Увидеть Это как Вот Переплетение Этих Волокон Что мы Созданы Из Тех же Самых Волокон Из которых Создан Все остальное А Ну Вот это Антилопа Хотя Она Переживает Себя Вот если Представить Что Это Антилопа У нее Есть Какая Это такое Чувство Я Я вот Живу Я тут Травку Я Она значит Как-то Переживает Себя Как отдельное Независимое Существо Но состоит Она из Этих Волокон Если 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 мы Увеличим Не Микроскоп А Телескоп Ну В смысле Что Просто Масштаб Либо Мы можем Пойти В Сматривание Детали Умельчение Этого А можем Наоборот В расширении Увидеть Общую Картину Что Эта Антилопа Она Встроена В какую-то Большую Картину Большого Ковра Ковра Реальности Ну Вот Собственно Как бы Это Понятно Мне кажется Должна быть По идее Понятная Метафора Вот То о чем Говорит Буддизм Кто мы Такие Почему Он говорит Что вот это Иллюзорно Не просто Как бы Ну Мы можем Понять Это Опять же Неправильно Понять Эту позицию Не я На которую Указывает Буддизм Вот Буддизм Что предлагает В своей практике Обращать внимание На три фактора Существования Причем Как бы Он говорит Что эти факторы Реальность С которой мы Имеем дело Финологически То есть Как феномены Мы это так Воспринимаем Первая Изменчивость Аничья Что все Меняется Что Вот Все Что Только что Что было Его нет Появилось Что-то новое Какое-то новое Преображение Произошло Преображение Вот сейчас 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 Мы условно Это можем делить На Опять же Категории Создавать Можем Говорить Что Мгновение Изменение Произошло За час Изменение Произошло За день Произошло Мы как бы Вот этот день Что такое Мы выделяем Это как Какой-то Отрезок Времени Условный Время же Это континуум Но мы Говорим Что вот день Вот солнце Взошло Солнце Взошло Или сутки Как-то Отделяем Вот неделя Выделили Это вообще Как-то Могли бы Как-то По-другому Наверное Месяц И так далее Ну понятно Что сейчас Мы это соединяем Связываем Как-то с астрономическими Вот этими нашими Там Движения земли Вокруг солнца Ну вот Вот этими Астрономическими Закономерностями Но все равно Это условность Как бы Вот мы говорим Что это удобно Мы так договорились Что будем вместе Вот считать Что у нас вот день Это вот Название еще придумали Чтобы друг с другом Общаться Там Говоришь Что давай встретимся Во вторник Окей Значит встретились Во вторник Потому что договорились Потому что каждый знает Что такое вторник Но вторника Не существует Ну как вторник Как сущности Как субстанции Нет такого вообще Вторника Есть жизнь Есть вот это вот Континуум времени Пространства И мы в нем И мы оно Вот Но мы так не воспринимаем Мы говорим Вторник Вот как Категория И мы Мы забываем Что это категория Что это условность И вот В этом смысле Ну Буддизм Говорит что Давайте обращать Внимание на эту Постоянную изменчивость На текучесть Реальности И нас соответственно Как часть реальности Иметь это ввиду Просто Не забывать про это Вот как бы Возвращаться К этому К этому фактору Второе Он говорит что Вот Еще про это Не я Имею ввиду Что Вот этого Фиксированного Я Это тоже условность Это как вторник Знаете У Кау Честертона Есть книжка Человек Который был четвергом Ну вот Это как бы Вот Я Ни понедельник Ни вторник Ни четверг То есть Таких Такого не существует Понедельник Вторник Четверг В принципе Существует Вот Время И в этом смысле Меня как фиксации У меня Существует имя Что опять же Вы меня Там Чтобы нам Друг друга Опознавать У нас есть лица Свои Какие-то Вот Проделённые Формы Да Это всё есть Но это Текучее И это Переплетено Со всем остальным Вот это Постоянное Это взаимовлияние Тут возникает А Соответственно А зачем Вот на эти два фактора Предлагается Обращать внимание Ну потому что Это та самая Правда Финологическая Которую мы Как бы Игнорируем И тогда Если мы Это игнорируем То мы Забываем О ценностном Аспекте Который Проявляется Через эту Правду А какой Ценностный Аспект Что мы Вплетены В реальность Как бы Нет этой Границы Между мной И другим Между мной И другим Я имею ввиду Чем угодно Другим А все Эти границы Очень условны Если они Контекстуальны Они важны Они нужны Они условны И вот Это правда Как бы Это Правда Вот Финологически Правда Нам Как бы Опять же Ничего не стоит Это увидеть Просто Вспомнив Об этом Но Вот В нас Этот Встроенный Механизм Видимо Эволюционный Механизм Выживания Опять же Вот это Чувство Присвоения Себе Этих Вот Мы это Разбирали Как раз Это переживание Это Мое Чувство Мое Чувство Опять Если я Начинаю Раздербанивать Это Вот На составляющие Что значит Мое Это как Мое Появилось Это как Появилось Сексуальность Желание Пить Есть Что значит Мое Я вот Как-то Сидел Так И такой Как Я тут Господь Бог Я сейчас Поражу 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 Это самое Сексуальное Желание Я буду Желать Сексуальное Буду Желать Пить Есть Это Я Придумал Я Хочу И только Я Я Тут Все Потому что Природа В меня Вставила Это Вот Эта Ниточка Природа Вот Она Туда Меня В меня Это Вплела Говорит Ты Должна Разнаграться Давай Вперед А я Да Но Меня Надо Заставить Это Делать Я Отлично Лично Я Валера Я Сопротивлялся Этому Всю жизнь Мне 56 Лет Я ни разу Не размножился Я Держал Себя В руках В этом Хотя Опять же Я Делал Все действия Которые Ведут К размножению Но Не размножился И Соответственно Ну как бы Ну природа Вот она Говорит Ты должен Хотеть Этого Ты должен Хотеть Как мне Чтобы я Это сделал Мне нужно Хотеть Мне нужно Сделать Чтобы Чтобы я Хотел Мне нужно Чтобы это Было Приятно Чтобы Меня Это Влекло Чтобы У меня Было Желание Которое Я хочу Этого И ведь У меня Просто Какая-то Видимо Я урод И у меня Есть атрофия Вот этого Чувства Что я Не хочу Детей Вот как Я не Формулирую Это так Я секса Хочу Да А детей Нет Вот у меня Это вот Как-то Разделилось Ну потому Что Видимо Что-то у меня Травма Какая-то Была Ну Нет у меня Этого А у Других Людей Ведь Ну Я думаю Что У всех У вас У кого Есть дети Я думаю Что Вы как-то Большинство Из вас Ну понятно Что кто-то Может Долетел Так сказать Ну вот Маша Я вижу У тебя Пятеро детей Наверняка У тебя Было Желание Хочу Детей Вот хочу Детей Именно Вот Чтобы Было Вот это Вот это Существо Из меня Вышло Появилось И жило бы Потом В своей Жизни Я бы Вот его Там Полил Да Возможно У меня Травма И просто У меня В образе Жизни Как бы Дети Всегда Вокруг Я выросла В такой Среде Что Куча детей Вокруг Они никому Не мешают И это Какой-то Атрибут Реальности У меня Другая Травма Просто Ну да У нас Все У нас Теперь Травмы Окей Ну вот Я Да Сейчас Закончу Настя Я вижу Руку Сейчас Я это Закончу Мне как Себя Останавливать Ну в общем Про Про Вот это Вот Мое Не мое Да Если Мы Начинаем Это Исследовать Вот Глубинно Из чего Состоят Наши Желания Мы Понимаем Что Мы Это Не Придумали Вот Как бы Я Этого Не Породил Как бы Независимо От Чего-то Другого От Природы От Генов От Культуры То есть Сегодня Говорили Про Язык Про Все Это Вот Это Ж Язык Он Ж Тоже Катерина Горил Про Витгенштейна Сейчас Очень Много Лингвистических Исследований Разных Языков Очень Разных Народов Племен Затерянных Племен Мы Видим Насколько Язык Формирует Реальность Человека Это Какой-то Огромный Спектр Реальностей Которые Люди Переживают В зависимости От того Каков У них Язык Но Опять А почему Такой Язык Сформировался У них Именно Наверное Тоже Потому Что Среда Какая-то Такая Специфическая Была И Какая-то Уникальность Проявления Племени Какого-то В той Среде В том Месте Где Они Живут Их Какая-то История Развитие Привело К такому Языку А теперь Этот Язык На них Влияет Они Это Породили Вроде Бы И в то же Время Этот Язык Порождает Их Но Они Или Это Породили Или Это Весь Мир Вся Ситуация Вся Уникальность Породила Вот Это И То есть При Каком-то Малейшем Простейшем Исследовании Хоть Логическом Хоть Каком Мы Видим Это Но Мы Так Не Живем То есть Мы Присваиваем Я Желаю Я Хочу Я Это Мое Это И Вот Тут В этом Видит Буддизм Эту Проблему Когда Мы Начинаем За Это Цепляться Именно Вот Фиксируется И Тогда Действительно Получается Что Ну Вот То Что Правда Нарушается Та Самая Правда Когда Нет Фиксированности Когда Нет Отделности Потому Что Если Я Учитываю Ту Правду То И Мои Ценности Будут Учитывать Это Наверное Да То есть Тогда Я Буду Как раз Говорить Окей Как Я Могу Здесь Быть Более Гармонично Вплетен В Это Вот Вплетен В эту Реальность И Тогда Может Быть Действительно Я Буду Заботиться Вот Не Только Об Себе Фиксированном Потому Что Вот Это Еще раз В чем Проблема Фиксации На Себе В чем Проблема Эгоизма И В общем Любая Традиция Духовная Этическая Она Работает С этим Эгоизм Она Обращает На это Внимание Смотри У тебя Есть Этот Эгоизм В котором Ты Фиксирован Он Никому Не делает Хорошо Не тебе Лично Потому Что Ты Все Время Бьешься Вот А ту Самую Правду Что Ты Здесь Не Один Ты Все Время Бьешься Как Это Муха Об Стекло Башкой Тебе Больно Самому От Этого Становится Если Ты Жадничаешь Тебе Самому От Этого Больно От Своей Жадности Если Ты Ненавидишь Тебе Самому Больно От Этой Ненависти Потому Что Ты Вплетен В Реальность Ты Не Можешь От Ни Отрезаться Своей Жадностью Своей Ненавистью Не Можешь Больно Тебе Но И Другим Одновременно Потому Что Своей Жадностью Своей Ненавистью Ты Делаешь Другим Больно И Поэтому Здесь Это Не Морализаторство Вот Именно Как Плохо Почему Плохо Да Потому Что Больно Просто Всем Тебе Самому И Окружающим Если Ты Ведешь Себя Эгоистично Поэтому Лучше Лучше Будет Для Всех Если Ты Будешь Немножко Это Отпускать Хотя По Чуть Чуть Осознавая Вот Эту Неправду Эгоизма Просто Неправду Эгоизма Ложность Эгоизма Это Неправда Правда Что Здесь Вот Все Так Вот Связан Правда Что Мы Взаимодействуем Непрерывно Взаимодействуем Тогда Может Быть Этика Будет Построена Как раз На На То Что Как Я Могу Постараться Гармонизировать Общую Ситуацию Вот Но Общую Что Значит Это Вселенная Всего Ковра Что Ли Ну Скромнее Надо Быть То есть Как бы Здесь все-таки Опять же Ситуация Вот Еще раз Давайте Я покажу Этот рисунок С ковром Потому Что Мне кажется Он как раз Метафорически Показывает Это То есть Да Ковер Мы можем Расширить Внимание И увидеть Весь Там Какой-то Огромный Ковер И да Свою Вплетенность В него Но Все-таки Есть Какое-то Ближайшее Окружение Меня Там Скажем И Какие-то Мои реальные Действия Вот На это Ближайшее Окружение Тогда Могут Ну как бы Реальные Реальные Действия Которые Я могу Оказывать Но Они Сходят От Вот Этой Реальности Локализации Меня Локализации Все-таки У меня Есть Эта Локализация То есть Это Тоже Правда Вот Ну и Соответственно Вот Если Говорить О буддизме И Дзен В большей Степени То Он Очень Как-то Обращает На это Внимание Вот Есть Это Глобальность А есть Конкретность Есть Вот Это Взаимовлияние Всего На все Которое Нам важно Учитывать Это Текучесть А есть Конкретность Встречи С конкретным Конкретной Ситуацией Вот Когда мы Говорим Вот это Событие Да Вот Чему я Это слово Очень полюбил Последнее время Потому что Оно Прямо Говорящее Для меня Лично Событие Это Событие То есть Опять же Бытие Чего-то С чем-то То есть Какая-то Встреча Каких-то Уникальностей Вот сейчас Да Прямо Сейчас На нас Действует Огромное Количество Космические Лучи Там Вот это Все Какие-то Вселенские Вот Такое Все Живет Как-то Но Очень Конкретно Сейчас Есть 25 человек Которые Здесь Вот Встретились Сейчас Вот Здесь Вот А еще У меня Очень Конкретно Вот Сейчас Есть Стол Микрофон Компьютер Стена Какие-то Очень Тоже Вот Эта Конкретность Могу ли Я Вот Это В большей Степени Учитывать И иметь С этим Дело Вот Ну и Почему Еще Вот Возвращаясь К теме Связи Медитации Нашей И этических Этих Правил Что Буддизм Предлагает Вот это Ну Когда мы Сейчас Вот это Разбираем Я На уровне Слов Да На уровне Опять же Интеллекта И Ну я не знаю Ну Для меня То о чем я говорю Но как-то очевидно Вот все Эти метафоры Про ковер Про все Ну как бы что мы Вот Не отдельно От мира От жизни Вот дыхание Вот оно Вот здесь же Вот все Мы вот Все Переплетено Друг с другом Все взаимовлияется Это очевидно Но Вот этот Механизм Который у нас Есть Он Такой вот Автоматический Он там Биологический Во многом Еще и вот Концептуально У нас как-то Это тоже Защищено То есть Это все Как бы Уровни защиты Нас Для сохранения От этого Отдельного Существования Да Вот Выживания Оно работает И Из этого Очень много Следствий О которых Сегодня говорили Это Вера И в пропаганду И вранье И все Огромное Количество Этих Защит Они Нужны Вот этому Существу Который Хочет Выжить И Почему нам Нужна Кроме Рассуждения Рассуждения Важны Рассуждения Хороши Я считаю Первое Благородное Истинное Верная Картина Мира И потом Верное Рассуждение Верное Размышление Это часть Этого Пути Но Не менее Важная Часть Это Обнаруживать Это В живом Опыте Так И поэтому Когда Мы Садимся Замолкаем Начинаем Обращать Внимание На То Как Жизнь Сейчас Течет В очень Разных Аспектах Как Оно Биологически Вот Как Дыхание Течет Как У меня Там Какие-то Ощущения Все время Меняются И Это Я могу Опять же Пережить Почувствовать Дыхание Мне Принадлежит Вот это Я Это Я Фиксированное Я Независимое Само Дыхание Мне Рассказывает Что Нет Я Связан Со Всем Что Есть Я Дышу За счет Того Что Дыхание Когда-то Появилось Сколько Там Не знаю Саша Меня поправит Миллионы Лет Назад У этих Первых Существ Вышедших На Воздух Оно За счет Этого Появилось Это Дыхание Я Дышу Этим Дыханием Что Дышали Все Эти Существа Я Дышу Вот Этим Воздухом Который Вот Он Входит Вот Он Наружный Воздух Становится Внутренним Моей Кровью Это Обнаруживается В самом Опыте Дыхания В смысле Переживания Если Мы Видим Слышим Чувствуем В нашем Восприятии Мы тоже Это Обнаруживаем Что Не просто Я вижу Что-то А я Здесь Это Вижу Себе В своем Восприятии То есть Это Не Отдельное То есть Через Опыты Медитативные Вот такие Мы Просто С этим Соприкасаемся Напрямую Что Да Изменчивость Нича Непрерывность Изменчивости То Дыхание Которое Было Только Что Его Уже Нет И Уже Какое Новое Дыхание Вот Сейчас И Сейчас Сейчас И Да Вот Это Связанность Со Всем И В этом Состоянии Еще Возникает Ну Я думаю Что Многие Из вас Согласятся Кто Долго Уже Медитирует Достаточно Вот Это Какая-то Особая Чувствительность К Реальности Какая-то Такая Нежность Вот Это Как будто Течений Таких Более Тонких Чем Вот Просто Физическое Что Можем Потрогать Как будто Начинаем Слышать Больше Каких-то Тончайших Вот Этих Вот Если Говорить Об этом Ковре Сотканных Нитей Как будто Этих Нитей Становится Больше Каких-то Тонких Ну Назовите Это Энергетические Не знаю Еще Какие-то И Мы Это Тоже Начинаем Лавливать Тогда Мы Как будто Вплетаемся Еще Больше В Ткань Реальности И Тогда Получается Почему Это Важно Почему Это Ведет Почему В том числе Это Имеет Этические Свои Следствия Я Начинаю Учитывать Эти Эту Тонкую Связь Себя С Миром Тогда Я Начинаю Делать Выборы Уже В соответствии С этим Тоже Я Начинаю Находить Какой-то Свой Путь В этом В движении Через Это Знаете Я когда-то Мы с моим Другом Сашей Гершоном Делали Раньше Такие Большие Фестивали На Казантипе Когда еще Казантип Был наш Украинский Там Были Ну Много У нас Народа Было Там И Я помню Мы там Саша Предложил Такое Упражнение Которое Мне как-то Очень Отозвалось Это было Упражнение Из Буто Японская Традиция Такое Искусство Современное Танец Оно Очень Ну там Как бы Двигательная Двигательная Практика Мы движемся Танцуем Но при этом Еще связано С воображением И там Было такое Упражнение Которое Я предлагаю Его Может быть Даже Сделать Как-нибудь Попробовать Оно Его можно Делать В любой Момент Времени Если Я Представляю Что Из каждой Клеточки Моей кожи Моего тела Идут Такие Нити Входят В бесконечность Куда-то Куда-то В бесконечность Во Вселенную Эти нити Из каждой Каждой Клеточки И На На конце Этих Ниточек Привязаны Колокольчики Представляете Такую картину И вот Представьте И вот Вы начинаете Двигаться Делать Все Что Угодно Вы Идете Вы Как-то Движетесь Вы Знаете Что Каждое Ваше Движение Где-то Отзывается Звуком Колокольчика Какого-то Ну Это Просто Какое-то Такое Дополнительное Ну Здесь Есть Эстетический Аспект Такой Красиво Вот Но Еще И Еще И Такой Этический Фактически Какую музыку Я создаю Своими движениями Здесь Такой И Как раз Внимательность Добавляется Внимательность В это Добавляется Мне нужно Быть Тогда Очень Внимательным Чтобы Знать Какую музыку Я создаю Знать Как Мои Движения Отзываются В мире Но Здесь Это Такое Понятно Что Это Образ Что Это Метафора Но В принципе Она Такая Тоже Говорящая Мы можем Вот Как-то Соотноситься В жизни Окей Давайте Я на сегодня Так сказать Припаркуюсь Завтра Продолжим Этот разговор Я вижу Ирина Ирина Скажите Пожалуйста Всех Приветствую У меня Вопрос Может быть Я не знаю В конкретный В чат Может быть Я наговорю Вот куда-то А то Я боюсь Время Отнять Ну Как хотите Ну Если он Там Ну Если Коротко Я Сформулирую А как Быть Если Я Допустим До 7 лет Жила С извергом Вот я Вашими словами Говорю С таким Насильником И Моя Такая Схема Это наоборот Угодить Слепиться С человеком Угодить И Насилует Там Себя Мучая Себя Ну Так Я Выживала И вот У меня Это по жизни Все время Периодически Проявляется Вот Ну Один раз В жизни Я себя там Довела Уже Чуть не Умерла Свое Тело Ну Вот Сейчас У меня Ремонт И вот Ну Тоже Вот Сейчас Мастер Так Себя Ведет И Как Вот Если Я С ним Объединюсь Я вообще Себя Потеряю Потому Что У меня Вот Говорю Хочется Его Спасать Уже Там Ехать Вести Ну В общем Вот А он Не Выполняет Свои Обязательства Вот Если В общем Без Подробностей Вот Куда Мне Двигаться Что Буддизм Предлагает В этом Плане Как Соединяться Ну Объединяться Что Ли Ну Видеть Проблемы Другого Человека Но При Этому Сохранять Себя Вот 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 Такой У меня Вопрос Спасибо Давайте Да Просто Сейчас У нас Сеть На Время Заканчивается Я Завтра Я Как Б Этот Вопрос Положу Себе Начнем Даже С него Завтра Потому Что Он В принципе Имеет Конечно Отношение К сегодняшнему Разговору Многие Об этом Так или Иначе Говорили Но И мы Все В общем-то Имеем С этим Дело Как Раз Вот С Таким С Этой Проблемой Вот Это Одновременность Как Раз Да Мы Тут Вместе Но Мы У нас Еще Есть Вот Это Своя Индивидуальность Как Нам Это Совмещать И Свои Какие-то Задачи Окей Завтра Продолжим Говорить Об Считаю Что мы Написали Соответственно Простите Кто Не успел Сказать Можем Завтра Еще Опять же Продолжать Алексей Написал Таинственно Глубока Природа Бытия Человек Велик И мало Одновременно Одномоментно Катерина Бездна Внутри Меня Всматривается В меня Минутами Часами Днем Ото дня Бездна Вокруг Меня Всматривается Меня Что я Если не шкурка Меж Хаосами Бытия Я написал Дворник Подметает Лунную дорожку Это картина На моей стене Ее прислала Мне подруга Недавно Дворник Идет по жизни По облакам Или по Млечному пути Или по Лунной дорожке Как я уже сказал Дворник Подметает Звезды Облака И свет Луны Это его работа Наверное Наверное Он родился Для этого Пишет Анечке Что она Красивая Про детскую ложь Лет не было Школ И все Обучие Почему надо Если там Слишком трудно Или скучно Толпа людей Которые Сложно Терпеть Сенсорно Слишком Громко Буллинг И прочее Так Ну и полезные Там тоже Бывают Так Ну это пишет Ну да И это тоже Я предпочитаю Сложность Упрощения Хорошо Ну что же Давайте мы Завершим На сегодня Завтра Продолжим Эту тему Спасибо За разговор Спасибо За ваш Контекст Который Тоже Привносите Каждый За эту Сложность С которой Мы встречаемся И до следующих Встреч Счастливо